...сознание сайтов и мобильных приложений для медицинских учреждений. Мы поговорим о том, как повысить эффективность работы медицинского учреждения с помощью веб-технологии. Вторник является загруженным днем, как известно. Я благодарю вас за то, что вы нашли время уделить внимание продуктам компании 1S Bittrex. Вначале несколько организационных моментов. Запись вебинара ведется. После обработки видео материалы будут доступны вам в рассылке и также опубликованы на нашем сайте. Вопросы вы можете традиционно задавать на вкладке questions, отвечаемые на вопросы после наших докладов. Теперь начнем наш вебинар. В вебинаре у нас принимают участие наши партнеры. Михаил Болдырев, генеральный директор студии «Кландайк». Во второй части вебинара он нам расскажет про рекламу в интернете. И Максим Пахомов, Евгений Мамаев, ведущий разработчик компании «Медиа-сервис». Евгений будет помогать отвечать на вопросы, а Максим покажет нам новую версию решения 1S Bittrex для медицинских организаций и покажет основные настройки. Я начну вебинар с того, что мы присуждаем про эффективный сайт, поговорим, какие сервисы для врача и пациента могут быть полезны. И также посмотрим нашу новую версию продукта. В начале традиционно несколько слов о компании. Компания 1S Bittrex – российский разработчик системы управления сайтами и корпоративными порталами. На рынке с 2006 года на сегодняшний день у компании «Самая большая в мире» партнерская сеть, более 10 тысяч партнеров. На платформе 1S Bittrex работают более 130 тысяч проектов. Это подтверждает данный рейтинг iTrack среди платных тиражных систем управления сайтами, content management system. И как мы видим из слайда, платформа 1S Bittrex занимает лидирующие позиции. С помощью платформы 1S Bittrex можно создать проекты любого уровня. Это и корпоративные порталы, интернет-магазины, информационные порталы, новостные, в том числе и сайты для медицинских организаций. В платформе 1S Bittrex выбрали такие крупные клиенты, как Invitro, Медицина, Медси, Будь здоров, Институт имени Сечина и еще более 700 государственных и коммерческих медицинских учреждений разного типа. Поликлиники, больницы, медцентры и так далее. Насколько мы говорим о создании сайта, раньше на вебинарах мы рассуждали о том, стоит ли его создавать и действительно нужно ли это. Но сейчас все меняется очень быстро и все, что мы ищем в жизни, будь то товары или услуги, мы ищем с помощью поисковых систем. Соответственно вопрос о создании сайта уже не стоит, а стоит вопрос, каким же он должен быть. А поскольку сайт не что иное, как дополнительный маркетинг инструмент для успешного развития бизнеса, то сайт должен быть эффективным. А раз он должен быть эффективным, он должен решать конкретные задачи организации. Какие могут быть задачи у медицинской организации? Это может быть увеличение количества новых посетителей, которым можно предложить услуги. Тем более, что сейчас многие государственные больницы, поликлиники оказывают платные услуги. Они имеют хорошую медицинскую базу, оснащенную новое оборудование, прекрасных специалистов. И, конечно, нужно привлечь новых пациентов, обеспечить загрузку врачей. Может стоять цель повышения узнаваемости клиника, то есть повышения стоимости бренда, престижа клиники. Есть еще одна задача – соответствовать требованиям законодательства, избежание проверок прокуратуры. Для медицины сейчас нет такого закона, какой есть для государственных организаций, это 8-й федеральный закон, где четко прописаны структуры сайта, требования, какая должна быть информация. Такие же требования есть у сайтов для образовательных организаций, есть приказ Росаурнадзора, и там тоже очень структурировано прописаны разделы, структуры, даже есть микроразмерка контента. Мы имеем пока что только приказы Минздрава, но, тем не менее, также бывают проверки, и хотя бы в соответствии с этим приказом наши проверяющие органы могут вполне спросить. И, конечно, одно дело, если это небольшая клиника, 5 кабинетов, 5 врачей, и для нее одни задачи можно решить с помощью сайта, а другое дело – это крупный медицинский центр с филиалами, которые могут быть разнесены даже в разных городах или в городе, но на разных улицах. Тогда стоят вопросы о создании единой базы, единого колл-центра, большое количество врачей, большое количество оказанных услуг. Соответственно, встает вопрос о снижении затрат на административный персонал. И здесь как раз тоже очень может помочь сайт, помочь сервисы и записи, вопрос-ответ, получение просто быстрой информации про то, как проехать в клинику, какие услуги и так далее. Но решая свои бизнес-задачи, мы решаем в конечном итоге задачи пациента, задачи пользователя, потому что вряд ли пациенту будет интересно, сколько еще дополнительных пациентов привлечет в медицинское учреждение. Насколько повысится стоимость бренда. Если придет прокуратура, то соответствует ли сайт этим требованиям. Пациенту вряд ли все это будет интересно. И будет интересно, чтобы ему оказали качественное лечение. Ему быстро ответили на все вопросы. Он получил быстро всю информацию и сократил время на решение любых организационных моментов. И вот все это мы можем помочь ему решить эти задачи с помощью веб-технологии. Чтобы пациенту было удобно, нужно, поскольку он взаимодействует через интерфейсы, меню, навигация, переход между страницами, поиск услуг, может быть, реприкатор, может быть, прайс, чтобы понять ценовые категории, талии этой клиникой, чтобы не тратить свое время на поиск информации, если пациент в итоге поймет, что эта клиника просто ему, может быть, не по карману. Вот пример главной страницы. И, в принципе, здесь мы видим, что есть меню, но оно достаточно на темном фоне, темные буквы, и прочесть достаточно сложно. А дальше идет просто текст, текст приветствия, причина, почему можно нас выбрать. И вот с такой страницы пользователю непонятно, куда идти. У него могут быть вопросы, как записаться на услугу, какая стоимость, какие услуги оказывает данное медицинское учреждение. А мы предлагаем им просто читать какой-то текст, а пациенту, скорее всего, нет времени, он может спешить, и таким образом мы уже с первой страницы человека можем запутать. Особо большое внимание стоит уделять сервисам, которые взаимодействуют с пациентом напрямую. Это форма обратной связи, вопросы к врачу, это запись на прием. Там должно продумано быть все мелочи, потому что пациент не будет тратить много времени, разбираться, куда ему нажать, что нужно нажимать потом. И, скорее всего, он уйдет с такого сервиса. И тем более, что сейчас наступает эра мобильных сервисов, мобильных приложений. И там требования еще жестче к экранам и к интерфейсам. Вот пример тоже сервиса записи на прием. Записаться, в принципе, можно, но мы видим, что достаточно, с одной стороны, мелкие тексты, шрифты, хотя на экране достаточно много места, а с другой стороны, есть много цветовых схем. И нужно держать в голове талончики, окрашенные зеленым, означают, что они свободны, красным, что занято, а желтым там еще какое-то третье условие. Но, наверное, немножко неудобно и стоит поработать над интерфейсом. Еще один пример интерфейса записи на прием. Тоже здесь выбор времени и талонов. Но вот так вот действительно это с сайта сделан снимок экрана. Здесь, конечно, нечитаемое время. У нас сверху есть скролл. И я не стала фотографировать всю страницу, но там был большой отступ. Было написано объявление, что если вы не поняли, как записаться, то обратитесь к администратору, что уже ясно отпугает пациента. И совсем уехала фамилия врача вверх. То есть даже на небольшом ноутбуке у меня уже не было видно, к какому врачу я записываюсь. Вот эффективность такого сервиса, наверное, будет равна нулю. Хотя здесь потрачены ресурсы. Более того, раз запись реализована, то эта запись попадает в базу данных клиники. Соответственно, ресурсы были затрачены немалые. Но вот допстым интерфейсом стоило бы поработать, и таких бы казусов у пациентов не возникало. Но я думаю, что так же и вы сталкиваетесь с ситуациями, когда вы приходите на сайт, допустим, интернет-магазина, вы начинаете искать товары, но в итоге каталог может быть не до конца удобным и понятным, где найти именно тот или иной аксессуар. Нет информации о доставке или ее нужно искать, и с трудом найдешь. И, конечно, с таких сайтов, с таких страниц будет больше шансов захотеть уйти, пойти в те удобные интернет-магазины, где все клиенту подскажут, сразу предложат и товары, и сопутствующие условия доставки, возможности оплаты. Все-все-все, и все это в один клик будет доступно. И пациент, и пользователь будет рад такому комфортному обслуживанию, и он останется на сайте, и, скорее всего, он станет клиентом. Есть книга Стива Круга, не заставляйте меня думать, она простым языком написана про веб-дизайн, как раз про то, как взаимодействуют интерфейсы, на что стоит обратить внимание при разработке сайта, при создании сайта. Все эти же требования также будут актуальны для создания приложений и любых других интерактивных сервисов. можно почитать и потом просто от своих исполнителей требовать более детально, более глобально подходить к вопросу проектирования интерфейсов. Еще одна вещь, на что стоит обратить внимание, это говорить с пациентом на языке пользователя. То есть в тех терминах, которых он понимает. Если, например, у пациента болит десна, то он, скорее всего, будет думать, что ему нужно полечить десну или полечить зубной канал. Вряд ли он будет думать, что ему нужна эндодонтия или парадонтология, если только он не врач по образованию. На это тоже стоит обращать внимание. Если действительно требуется название услуги, оно очень длинное, то в скобочках должна быть простая, понятная любому человеку расшифровка. 2013 год был переломным годом, когда продажи смартфонов превысили продажи стационарных компьютеров и ноутбуков. И с этого времени началась сфера мобильных приложений и сервисов. И сейчас растет рынок мобильных устройств. На это реагируют поисковые системы. В частности, в апреле прошлого года компания Google заявила о том, что она пессимизирует сайты в мобильной выдаче. Это означает, что сейчас стоит вопрос не просто создания эффективного сайта, а создания обязательной мобильной версии, мобильного приложения либо сервисов для автоматизации внутренней работы. То есть в свое время известная фраза Билл Гейтса «Если вас нет в интернете, у вас нет в бизнесе», мы сейчас можем продолжить словами «Если у вас нет мобильного приложения, сервисов для клиентов», то построить бизнес будет очень сложно. В этой же идеологии поддерживаются компании Яндекс и другие поисковые системы. Есть рекомендации для веб-мастеров, как адаптировать сайты, какие правила. Но хочу обратить внимание, что в мобильных устройствах, когда экран у нас достаточно небольшой, когда, скорее всего, человек, который работает с мобильным устройством, он может пить чай, он может на лету где-то смотреть информацию по дороге, там очень жесткие требования к удобству интерфейсов. То есть есть какие-то оплошности, которые мы допускали на основных сайтах, там они не прокатят, и там пользователь будет еще более требованный, и будет выигрывать тот, у кого все удобно, продуманно и хорошо работает. Но даже если мы создадим прекрасные интерфейсы, наполним сайт или приложение понятными текстами, но будут проблемы с производительностью, то мы будем терять большое количество посетителей. Я думаю, все знакомы ситуации, когда друзья или знакомые присылали ссылку на какой-то интересный ресурс, мы открываем ссылку, загрузилась, например, только шапка, дальше белая страница, крутится прелоудер, то есть колесико, и ничего не происходит. Мы ждем минуту, вторую, мы закрыли, ушли и пошли на другой сайт. То есть таких ситуаций быть не должно, поэтому важно перед началом создания проекта или перед развитием проекта подумать о вопросах производительности, подумать, какие могут быть нагрузки, и заранее правильно спланировать архитектуру. То есть чем изначально мы проект детально распланируем, ответим на всем многочисленные вопросы, какие могут быть, тем более эффективным будет проект, и тем больше мы сможем решить своих бизнес-задач. Но чего точнее должно быть, это сообщение о том, что сайт атакован или заражен. Здесь также стоит вопрос при выборе формы. В компании 11Bitrix есть специальный отдел по безопасности, мы следим за угрозами, постоянно совершенствуем свой модуль, у нас есть специальный модуль по безопасности. И если выбирается какая-то другая платформа, то нужно тоже подумать о тем, кто будет заниматься безопасностью, есть ли там такие модули, и как этот вопрос будет решен. Итак, подводим итог о том, как создать сайт эффективным. Что такое эффективный сайт? Это сайт, который решает конкретные бизнес-задачи, свои конкретные медицинские учреждения. Они могут быть большими, могут быть маленькими. Это уже будет все зависеть индивидуально от проекта. Для этого необходимо обеспечить удобные интерфейсы пользователю, понятный контент, доступность любых устройств и высокую производительность и безопасность. И тогда действительно мы сможем помочь своему бизнесу решить много задач. Я сейчас на примере готового решения. Один из битрикс в сайт медицинской организации. Покажу, какие сервисы могут быть полезны для врача и пациента, и как они помогают решать задачи, повышать эффективность медицинской организации. Начнем мы с интерактивных сервисов для пациента. Какие сервисы могут быть полезны пациенту? Это личный кабинет, мобильное приложение, онлайн-запись. Мы ждем изменения в законодательстве, когда появятся видеоконсультации. Это может быть интерактивная карта филиалов. И все эти сервисы позволяют сэкономить время и получить быстрое взаимодействие с медицинской организацией. Начнем мы с сервиса интерактивной карты филиалов. Она может быть полезна медицинским центрам, больницам, у которых много филиалов, но также и просто единичной клинике для показа схемы проездов. Когда мы говорим про большой медицинский центр или про медицинский портал, где можно выбрать категории поликлиник, клиники показываются все на карте, пользователь выбирает по карте ближайшую к дому или к работе филиал. Может приложить маршрут, может посмотреть, какие рядом еще находятся медицинские учреждения. В решение встроен модуль карт. Это готовый модуль, в котором интегрированы Яндекс.Карты и Google Maps. Возможно, группировка объектов, различные уровни вложенности, детальная информация об объектах, прокладка маршрутов, то есть все, что необходимо для показа объектов на карте. И мы много настроек выносили в административную часть модуля, и любой пользователь, любой контент менеджер, не обладая глубокими навыками программирования, или совсем не обладая навыками программирования, может быстро настроить внешний вид карты, заменить маркеры, задать высоту карты, изменить цветовые линии и так далее. То есть таким образом любое медицинское учреждение будет иметь страничку с контактами, и пользователь не уйдет в сервис Яндекс.Карт, например, где он сможет найти уже другие клиники, и на сайт текущего медицинского учреждения не вернуться. Бывают такие сайты, я тоже встречала, когда просто написан адрес, но нет карты. И тогда, в любом случае, пользователь вынужден уходить с сайта, и шансы, что он вернется, тоже могут быть небольшие. Второй сервис, который сейчас очень популярен, это онлайн-регистратура. Я думаю, что все еще помнят те времена, когда, чтобы попасть на прием к врачу, нужно было заранее приходить в поликлинику, в 6 утра занимать очередь, хотя если это зимний, холодный день, то уже совсем становилось некомфортным. И эти проблемы сейчас как раз помогают нам решить интерактивные сервисы. Они могут, с одной стороны, обеспечить комфортные условия пациента, то есть им не нужно бежать в клинику, им нужно стоять в очередях, думать, когда ему там вставать надо рано, чтобы занять очередь, или этот день он работает, он просто не может попасть в клинику, он не выходя из дома или с рабочего места может записаться в любое время к любому врачу и уже прийти конкретно на прием. Также администраторам большое количество пациентов, и если часть из них будет записываться через интернет-ресурс, уже будет меньше нагрузки на администраторов. Первый шаг записи – это может быть выбор учреждения на карте. Если всего одно медицинское учреждение, этот шаг можно отключить. Запись к специалисту, врачу или на услугу – это три основных сценария, которые доступны с одного экрана. Это важно, потому что кому-то важна запись на какую-то специальность, например, к терапевту или к хирургу. Другому пациенту, он уже знает своего врача, ему сразу нужно будет найти врача по фамилии, а кто-то знает конкретную услугу. И вот важно все эти три сценария подать сразу с одного экрана, чтобы дальше каждый пользователь пошел в своем направлении. Для удобства мы сделали объектный указатель, если много специальностей. И если специальностей немного, то он будет отключаться, то есть это все настраиваем в системе. Выбор врача мы добавили. Раньше у нас было просто фамилия, имя и кнопка «Записаться». Сейчас мы показываем расписание работы врача, можно показывать количество оставшихся талонов. И таким образом пользователю сразу будет доступна хотя бы минимальная информация, он сможет как-то проанализировать и сделать быстро правильный выбор. При записи на услугу доступен рубрикатор услуг, можно сворачивать-разворачивать каталог для удобства, сразу информация о стоимости, то есть пациент уже просто открывает, он решил записаться на услугу, он видит стоимость, и он понимает, подходит ли ему данное медицинское учреждение или нет, подходит данная услуга или нет. После выбора условий записи, мы этот выбор также показываем сразу же пациенту, клиника, специальность, услугу, мы показываем всех врачей по данному выбору на одном экране, чтобы тоже была возможность выбора. Поддерживаем разные сценарии записи. Запись с паталоном, живая очередь, запись на период, утром, день или вечером. И таким образом достаточно компактный интерфейс, также чтобы пациенту дать больше информации на одном экране. Это очень важно для любых устройств. Чем меньше экранов, чем меньше кликов, тем быстрее пациент или пользователь сможет получить нужную ему услугу. Ну и в завершении лайн-записи мы показываем талон, те условия, которые выбрал пациент, он вводит свои контактные данные и можно записаться. Если он понял, что он записался куда-то не туда, можно изменить талон, и дальше талон будет доступен в личном кабинете. В личном кабинете пациенту будут доступны разные статусы. Если есть оплата на сайте, то после подписания договора у талона изменится статус на готовка оплате, и пациент может также не уходя из дома этот талон оплатить. В личном кабинете можно также отменять талоны, можно возвращать, если запись при этом свободна, можно посмотреть историю обращений, историю посещений, перечень заказанных услуг и тех услуг, которые уже оказывались, и все эти возможности доступны в мобильной версии. Еще один сервис, который может быть... У личного кабинета тоже сервис, который позволяет значительно сократить время пациенту на поиск своей истории, болезни, посещений. Это очень удобный сервис, сейчас очень востребованный. И также он снижает нагрузку на администраторов, поскольку им не нужно многочисленно, многократно отвечать всем пациентам на их вопросы, какие услуги они получали раньше, когда они получали, какой врач оказывал услуги. То есть быстро все можно решить с помощью сервиса. Еще один сервис, который мы ждем изменений в законодательстве, но заранее уже подготовились. Это видеоконсультация пациента на сайте. Мы поддерживаем протокол WebRTC. Доступен обмен файлами в чате. Это видеоконсультации. Раньше были из четырех участников, но весной у нас готовится релиз продукта и снимается ограничение на количество участников конференции. Мы ждем очень этого релиза. Доступна история звонков. Таким образом, если пациент, например, находится на далечии, в нелем наблюдении, ему не нужно бегать каждый день в поликлинику, стоять в вечередях, нервничать, он может просто позвонить врачу, записаться на этот прием, сообщить, например, свои данные по давлению или какие-то другие показатели. Врач на ходу может скорректировать лечение. Врач будет спокоен, что пациент на связи, он его действительно ведет и следит за его состоянием. И пациенту будет спокойно, он не будет получать лишних стрессов и действительно получит полноценный курс лечения. Также этот сервис может быть использован для удаленной расшифровки диагностических исследований. Когда нанимаются удаленные специалисты, им не нужно приезжать в клинику, они даже могут быть в других городах. И если, например, литинское учреждение не справляется с потоком расшифровок, они могут отдать удаленным сотрудникам и быстро получить необходимую консультацию. Сервис, который сейчас может быть еще тоже не очень популярен, но так или иначе мы все привыкли к электронным платежам. Мы спокойно оплачиваем себе товары, услуги, билеты с помощью онлайн-платежей. И также можно будет оплатить заказанные услуги, не выходя из дома, прямо с сайта. В платформе имеется интеграция с ведущими платежными системами, и у пациента таким образом будет выбор, как он будет оплачивать через Яндекс.Деньги, через Мастеркард, Киви-кошелек и так далее. Это безопасные платежи. И также он может управлять оплатой в личном кабинете. Это тоже очень удобно. Ну и про то, что мы проговорили в начале вебинара, это доступный сайт из любых устройств. Мобильная версия и мобильное приложение. То, без чего сейчас мы уже не представляем развитие эффективного проекта. Все сервисы, основные, которые есть на сайте, они доступны и в мобильном приложении. Об учреждении, услуги, специалистов, нацапись, расписание, интерактивная карта филиалов. Также позже мы планируем добавить видеоконсультацию. Все это доступно. И у нас в новой версии решения, которая была опубликована в два этапа, вышло мобильное приложение. То есть все сервисы, про которые я сейчас рассказывала, почти все, они доступны и в мобильном приложении. Мобильное приложение создано на базе продукта 1SBitrix мобильное приложение, которое позволяет сразу создавать приложение для двух платформ, iOS и Android. И, по сути, это та же база данных, это тот же сайт, там есть специальная папка, нам чуть позже Максим покажет, как это настраивать. И таким образом мы получаем большое преимущество, что создавая сайт, создавая контент для сайта, мы получаем еще и мобильное приложение. И, конечно, должна быть мобильная версия доступна, потому что, может быть, не всем, если клиника совсем небольшая, то, может быть, на первых этапах приложения ей не потребуется, поскольку пациент, если он там приходит раз в год, вряд ли он будет ставить ради этого себе мобильного приложения. А если это регулярные посещения, регулярные коммуникации с врачом, то тогда уже, конечно, проще поставить приложение, не думать о сайте, что надо там вспоминать, уру, куда заходить и так далее. Мы видим, что совершенно другие экраны, совершенно другие подходы. Мы видели запись на прием на основной версии сайта и видим мобильный экран. То есть совершенно компактно, но уже другое расположение элементов. Важно, чтобы элементы были расположены удобно, чтобы кнопки были большие, чтобы по ним можно было попасть, чтобы был хорошо читаемый текст, хороший контраст, то есть не нужно там снять страницы, раскрашивать их во все цвета радуги. Вряд ли это поможет пользователю быстро получить информацию. Также мы проверили новую версию с помощью сервиса Google. И мы видим на скриншоте, что мы прожили этот сервис. Если у вас уже есть проекты, есть мобильные версии, тоже можете проверить на этом сервисе и убедиться, что все в порядке с проектом. Или же, если есть какие-то неточности, то сервис даст рекомендации, и необходимо их обязательно исправить, поскольку сейчас уже кое-как относиться к мобильной версии невозможно. Есть еще одно устройство, которое создает комфортные условия для пациентов и снижает нагрузку на администраторов, это инфекиоски. Поставив и в холле, с одной стороны, также администратор имеет возможность, если создается очередь, отправить ряд пациентов к инфекиоску, которые смогут там самостоятельно записаться. Могут быть, если это большие медцентры, то киоски могут располагаться на каждом этаже, и таким образом тоже пациентам не нужно тратить много времени на запись. Понятный пошаговый интерфейс, запись на прием по двум основным сценариям, на желаемую дату и время к специалисту или на услугу, или запись конкретного врача. Это тоже важно, потому что встречается в системах сценарий запись только конкретному врачу, это будет работать, когда, например, к пациенту прикреплено максимум один-два врача, ну или два-три, как это мы имеем для поликлиник, которые оказывают услуги по страховым полюсам. Но если это крупный медицинский центр, сценарий, когда пациент пришел и хочет записаться, например, на завтра на 6 часов вечера к терапевту, он открыл первый терапевт, он не увидел, что он работает завтра, он открыл второго терапевта, он тоже завтра не работает, а если этих терапевтов 50, он открыл третий, он просто уйдет, он подумает, что завтра просто никто не работает из терапевтов. Поэтому сценарий на желаемую дату и время очень важен. Также обеспечен поиск талонов, печать, и можно управлять шагами, записями, также отключать шаг выбора клиники, если это всего одна клиника, и также можно отключать шаг выбора на услугу, если, например, не ведется запись на услугу. Мы посмотрим эти интерфейсы тоже чуть позже вживую. Вот экран выбора клиники, выбор врача, выбор талона, и таким образом с помощью сервисов для пациента мы можем действительно создать им комфортные условия. Но есть вторая группа и вторая большая аудитория. Это администраторы и сотрудники медицинского учреждения. И, казалось бы, ну разве есть и им каким-то образом сайт может помочь? Действительно, он может помочь и им. Управлять загрузкой врачей можно и на сайте. Настраивать расписание на несколько недель вперед. Привязывать врача к разным клиникам и подразделениям. Отправлять ему на почту его расписание. Это можно тоже все сделать с помощью сайта. Если, конечно, это крупный медицинский центр, то там используются уже медицинские информационные системы. И врачи, администраторы уже ведут регистрацию пациентов в этих системах. По умолчанию у нас есть интеграция с такой медицинской информационной системой. 1С медицина поликлиника, 1С медицина больница. Поэтому при записи сайта сразу же уходит талон запроса в медицинскую информационную систему. И врач, администратор подтверждает. То есть проверка на наличие свободного талона. И если талон свободен, то он будет доступен пациенту. И в личном кабинете у него сразу же поменяется статус на подтвержден. Если запись занята, то, соответственно, будет талон отклонен. Есть бронирование времени при записи, чтобы не было задвоенных талонов. То есть все это предусмотрено. И необходимо только настроить при запуске проекта интеграцию с МИС через веб-сервис. Но также открытый формат данных, открытые API. И можно настраивать интеграцию с другими медицинскими информационными системами. Подключены платежные системы, как я уже говорила. Для реализации сервиса оплаты необходимо просто будет заключить договор с теми платежными системами, которые планируют использоваться, и сделать минимальные настройки. Проще всего интегрироваться с Яндекс.Деньгами. И таким образом модуль готов к запуску. Также можно управлять акциями, скидками, подарками. Это дополнительные преимущества для привлечения клиентов. Но кроме снижения времени на решение определенных задач, важно, чтобы управлять самим сайтом, управлять контентом, было просто. И поэтому в решении предусмотрен пошаговый мастер запуска установки решения. Максим нам покажет сегодня. И в итоге мы получаем готовый сайт, который содержит уже готовые сервисы, готовые разделы, демо-контент, готовый шаблон дизайна и несколько цветовых схем оформления. Я уже показываю шаблоны новой версии. Мы посмотрим ее еще буквально через несколько минут действия. Мы предусмотрели блочную схему и баннерные блоки, и блоки под различную информацию. Пересмотрели структуру раздела специалиста. Это раздел «Личную страничку врача», где мы можем врачу добавлять информацию об опте работы, его расписание, отзывы, услуги. То есть все, что действительно полезно и будет интересно пациенту. Потому что если мы просто дадим фамилию врача и должность, ну, наверное, ему это мало о чем скажет, если только он этого врача не знает. Описание услуги – это тоже очень большой пласт, когда пользователь должен разобраться, есть ли какие-то показания, противопоказания. Может быть, нужно необходимо какие-то дополнительные анализы сделать, документы. Если он сразу с сайта поймет это все, ему будет проще ориентироваться в клинике, и он быстрее к вам придет, и быстрее получит ответы на многие вопросы. И, конечно, мы включили в новую версию версию для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья в нескольких вариантах, поскольку это современный тренд, и действительно нужно помнить и думать о людях, у которых есть какие-то ограничения. Это и требования законодательства, и, в принципе, правила хорошего тона в создании и ведении веб-проекта. У нас несколько цветовых схем оформления. Вот мы видим цветной круг. Также с помощью стилев можно создать свой необходимый цвет. Это не будет сложным. И у нас добавится дополнение к структуре в соответствии с приказом 956 Минздрава. Добавятся государственные программы, страховые и медицинские организации, права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья, анкеты качества предоставляемых услуг, информация о медицинской организации. Мы выпустили новый шаблон дизайна, выпустили мобильное приложение, это уже все опубликовано. Вот эти дополнительные разделы для пациента. И мы также сделаем законодательную карту, то есть в каком разделе какая информация, с примерами и ссылками, чтобы просто было проще свой сайт перевести под соответствие данного приказа. Выйдет в первой половине февраля, поскольку просто очень большой релиз, мы немножко выпускаемся поэтапно. Ну и, собственно, то, что вышло в новой версии. И сейчас я уже покажу сайт действия, как он выглядит после установки. Мы видим главную страницу, мы значительно ее пересмотрели, переработали. Раньше наш сайт выглядел таким образом, и действительно, наверное, на главной странице у нас терялся с одной стороны фокус, с другой стороны очень много было новостей, объявлений, но не хватало информации о том, на чем же клиника специализируется, какой ее главный конек, какие она оказывает услуги, чтобы это прямо сходу было ясно и понятно. И, конечно, всегда хотелось очень быстро, иметь возможность быстро поменять чуть-чуть хотя бы дизайн сайта с помощью большого баннерного блока. Это достигается, если, например, новогодние праздники, просто рисуем новогодний баннер, это минимальные затраты, но уже сайт выглядит как-то по-другому. Мы продумали специальный блог, где показываем популярные услуги, то есть те услуги, которые отмечает специальный чекбокс в административной части сайта, и они вводятся на главную страницу, то есть те услуги, которые клиника хочет продвигать, которые являются ее главными услугами. Баннерные различные блоки предусмотрели, можно управлять баннерами, про это нам тоже скоро расскажет Максим. Основные акции, какие-то объявления, события, это все тоже доступно сразу с главной страницы. Мы вывели страховые программы, и также в фоторе сайта есть блок, где мы даем ссылки на вышестоящие ведомства, или можно ссылки на партнерские организации. О больнице, то есть стандартные, например, медицинские новости страницы, то есть можно и детальная страничка новости, оформленную фотографию добавить, и сделать достаточно хороший контент. Специалисты. Мы даем уже, показываем рабочие дни, есть ссылка на расписание, можно посмотреть, можно посмотреть внутреннюю страничку доктора. услуги, как я и говорила, рубрикатор, есть фильтр, и, например, описание услуги, что важно, то есть какие анализы, какие документы, но в данном случае здесь памятка по уходу. Можно добавлять описание услуги, красочную фотографию, и очень быстро настроить блок, и это будет очень продажная страница. Показания, противопоказания. Важно, пациент получит эту информацию. И врачи по услуге, все у нас пока один, но врачей может быть гораздо больше. Запись на прием. Выбор клиники на карте. То есть мы считаем, что нас эта клиника устраивает, и мы переходим уже в выбор специальности. Здесь у нас рубрикатора нету, специальности выстраиваются линейно, поскольку здесь их всего две. У нас все врачи по данной услуге и в данную клинику доступны на одном экране. Мы можем посмотреть, выбрать, может быть, уже знакомого врача или то время, когда нам удобно, и посмотреть все талоны. Для удобства мы их сморачиваем, просто чтобы не занимать время на экране. Мы убедились, что мы все выбрали правильно. Вводим контактные данные и получаем талончик. И также у нас есть версии для них с ограниченными физическими возможностями. Можно увеличивать шрифт. Допустим, откроем какую-нибудь контентную страничку для удобства. Увеличиваем шрифт. Можно различные цветовые схемы. Для тех, кто действительно имеет проблемы со зрением, лучше всего именно желтые буквы на черном фоне. Это подтверждает и то, как разрабатывают версии зарубежные коллеги. И также мы общались даже с окулистами. Мы, наверное, тоже обращали внимание, что часто у нас и зебра красят, и ограничительные линии на ступенях именно желтым цветом. То есть для людей с ограниченным зрением такая версия будет наиболее выгодна. Есть еще одна схема. Можно отключать изображение. И контрастная версия длится с ограниченными физическими возможностями. Надо устраиваться с помощью стиля. То есть не нужно перезагружать страничку. Не нужно ввести два раздела на сайте и потом их обновлять. Это очень неудобно. Особенно, когда проект разрастается. Он становится очень большим. И поддерживать две версии просто экономически невыгодно. И сейчас мы посмотрим основные настройки. О том, как быстро настроить главную страницу, как добавить врача, услугу. И я передаю слово Максиму Пахомову. Максим. Всем добрый день. Сейчас я покажу основные настройки, основные возможности модуля с сайта медицинской организации. Начнем, пожалуй, с того, что работа с любым модулем начинается с того, что его нужно загрузить на сайт с Marketplace. После этого переходим в раздел «Администрирование». Далее «Маркетплейс» и «Установленные решения». У меня уже в данный момент модуль установлен на этой версии. Но если он у вас еще не был установлен, тогда внешний вид будет примерно следующий. Если у вас модуль возможен для установки, то есть у него здесь вводится статус «Не установлен». Если есть доступное обновление, то также это пишется в статусе в колонке. Рекомендуется перед установкой обновить его до последней версии, и после этого уже приступить непосредственно к установке. Делается это кликом на выпадающий список меню. После этого... Так, секунду. Поставок модуля установлен, соответственно, появляется статус о том, что он готов к работе. Далее мы переходим в раздел «Настройки» и «Список мастеров». То есть после установки там должно появиться два мастера установки. Мастер установки сайта и мастер очистки сайта. То есть нам нужен именно мастер установки. То есть мы запускаем его. Нажимаем «Установить». Далее перед нами появится шаговый мастер установки сайта медицинской организации. То есть все шаги выполняются с помощью перехода кнопки «Далее». Мы выбираем существующий сайт, нажимаем «Далее». На этом шаге мы выбираем шаблон. То есть сейчас шаблон на 5.0. То есть мы тоже ее выбираем, нажимаем «Далее». На следующем шаге идет выбор темы. Здесь у нас представлено 7 различных тем. То есть мы по своему вкусу, желанию выбираем любую из них и также нажимаем кнопку «Далее». Следующий шаг – это настройка основного решения. То есть здесь нужно указать тип учреждения, информационные поля, название, e-mail основной, допустим, филу главного врача, телефон, ну и остальные поля. Также можно указать логотип, то есть он будет в шапке сайта. Можно указать чекбоксом, если необходимо, интеграцию с МИС. После этого нажимаем кнопку «Далее». У нас появляется стандартная форма настройка интернет-магазина, так как данные работают с модулем интернет-магазин, то есть талоны можно оплачивать онлайн. Вот здесь тоже вводим необходимые данные. Можно выбрать печать фирмы. Организации. После этого переходим на следующий шаг. Здесь мы указываем способы оплаты и также местоположение. После этого переходим на шаг установки решения. Я сейчас его не буду запускать, так как сайт у меня, в принципе, уже установлен. Но после перехода на этот шаг у нас появится такое примерно окно. Нам нужно будет подождать примерно минут 20. После этого сайт уже будет готов к работе. Появится последний шаг, на котором нам будет предложено скачать документацию по работе с сайтом. И будет положено на главную страницу сайта. Главная страница у нас выглядит... Главная страница сайт. Надежда уже показывала ее. То есть работа с любой клиникой начинается с того, что нужно завести саму клинику. Для этого нам нужно перейти в административный раздел. Далее контент. Выбрать инфоблок организации. Здесь у нас уже заведены две организации. Допустим, мы переходим к поликлинике. Я уже заранее завел стоматологическую поликлинику для примера. Поля у него показываются такие же названия, которые будут видны на карте. Адрес самой клиники. Шарта-долгота подставляется автоматически, если их не указать. То есть используется модуль геокодирования. Телефон, сайт, ну и остальные поля. То есть можно указать фотографию организации. После этого нажимаем кнопку сохранить. Далее нам нужно указать подразделение, привязанное к данной поликлинике. Для этого переходим в инфоблок подразделения. Здесь уже тоже завел основное подразделение стоматология. То есть он в принципе носит больший информационный характер. То есть как контейнер для остальных подразделений. Далее заходим в инфоблоке стоматологии в раздел. Пробуем добавить новое подразделение. Так, назовем его автоматическое отделение. Здесь нужно выбрать организацию, в которой привязаны данные подразделения. Адрес подразделения, например, вот этот. Шрота долгота подставится автоматически. Все, подразделение сохранилось. Чтобы его увидеть, можно перейти в раздел «Контакты». Выбрать на карте поликлиники. Далее «Объекты». Пробилось вычислять деление. То есть мы можем посмотреть, где он находится на карте. Положить новый маршрут, если это необходимо. После этого нам нужно завести нового специалиста. Также переходим в административный раздел. Давайте для начала создадим услугу. Для того, чтобы создать услугу, нужно перейти в инфоблок «Услуги». Здесь я уже опять завел пример для стоматологии. То есть раздел. Можете создавать любое количество разделов. Можно создавать вложенный раздел. Вложенный раздел. Например, на странице «Услуги и цены». Мы это увидим. Здесь линейный список. Может быть, список нелинейный. То есть, соответственно, какая-то конкретная услуга может быть по дереву не на втором уровне, а на третьем, четвертом. Так, выходим в раздел «Стоматология». Здесь уже заведена одна услуга. Создадим еще одну. Возьмем «Имплантацию зубов». ВИП. Организация. Выбираем организацию, которую мы недавно создали. В качестве подразделения указываем «Исключительное отделение». При необходимости указываем чекбоксы. Если мы хотим исключить каталога, чтобы она не показывалась там, то, соответственно, нажимаем «Исключитель каталога», «Не уходить при записи на прием», также отмечаем его, если нам это надо. Так, далее вводим информацию по услуге. Уже информацию подготовил. Просто сюда добавим. Присводим анализ документов. Вот это все будут отдельные табы на странице с услугой. Здесь отмечается раздел, которым привязан данные услуги, в данном случае «Стоматология». Нажимаем «Сохранить». А, нет. Перед этим нам нужно указать цену. Укажем, допустим, 5000. Нажимаем «Сохранить». То есть у нас добавилась новая услуга, но она должна быть доступна в публичном разделе. Вот она появилась. Мутация зубов. То есть вот то, что мы задавали на разных полях, у нас сейчас это объединилось в табы. Соответственно, анализ документов, хотел показания, показания. Так, далее нам нужно к услуге привязать в руча. Переходим в «Настройки», «Список пользователей», «Добавить пользователя». Переходим в «Настройки». Перевязываем в группе сотрудники. Лишних данных можно добавить в файл фотографии. Для этого переместим сюда. Так, далее нам нужно перейти на вкладку «Доб поля». Здесь нам нужно указать подразделение, к которому привязан данный сотрудник. У нас это будет ортопическое отделение. Врачебные участки, то есть тоже участки, к которому он привязан. Можно, так для примера, указать любой из них. Так, услуга по умолчанию, то есть это услуга, которая будет передактировать списание врача, задаваться ему автоматически. То есть можно, в принципе, ничего не указывать, указать ее вручную. Структуру, в которой принадлежит данный врач. Допустим, будем вести главного врача. Так, далее специализация для приема. Ну и берем стоматолог. Далее нужно ввести информацию об образовании, и можно также ввести информацию об опыте работы. То есть введем информацию об образовании. Разрешиваем год. И где он учался. То есть можно создавать неограниченное количество элементов, и все они потом будут вводиться в последовательность. Нажимаем сохранить. Переходим в публичную часть. Разрешиваем специалист. Отфильтро. Так вот, он добавил снова сотрудник. То есть в данный момент он не привязан к такой услуге, но у него есть информация об образовании. Отзывы пока о нем тоже, соответственно, никто не оставлял. Для того, чтобы появилось... Чтобы к нему привязать услугу, нам нужно зайти в раздел сотрудника настройка электронной регистратуры. Здесь выбрать врача. Появится таблица с расписанием. То есть сейчас он не занят. Допустим, добавим расписание. Завтра. Добавим период. Позвольте организацию, к которой он привязан. Допустим, приемная запись к каталону. Премя приема. Раз восьми часов. Раз восьми часов до двенадцати. Положительность приема 30 минут. Врачебный участок помещения можно, в принципе, и не упозвать. Так, и здесь вот мы можем отфильтровать как раз услуги по организации и по классификатору. То есть вот выбираем услуги, которые привязаны к стоматологической поликлинике номер один. Выбираем имплантацию зубов ВИП. Убавляем ее в выбранные услуги. Теперь нажимаем «Сохранить». Появилось расписание на завтра, то есть получасовые приемы. Далее смотрим, что у нас изменилось у данного стройника. То есть у него появилось расписание. Вкладка стала активной. Соответственно, свободное время, когда мы можем к нему записаться. К нему добавились услуги. То есть как имплантация зубов ВИП. Соответственно, мы можем прямо из карточки сотрудника перейти на запись на прием. То есть нажать кнопку «Записаться». Здесь мы, соответственно, должны ввести информацию о себе. После этого нажать записаться, то он будет добавлен к нам в личный кабинет. Собственно, дальше можно вернуться к основной странице главной на сайте. Рассказать немножко о ней. То есть данная страница разделена на блоки. В самой верхней части присутствует банальный блок, который, в принципе, был и на прошлой версии сайта. Он немножко усовершенствовался и стилизовался. Извиняюсь. Максим сейчас нам покажет настройку банда. У меня небольшие технические неполадки, извиняюсь. Мы ждем. Тогда, Максим, тебе нужно время. Я пока могу переключить на себя. Нет, все. Все, мы остановимся. Баннерный блок перекочевал из прошлой версии, но стал более стильным, более привлекательным. Соответственно, информацию в данном блоке можно изменять даже в административном разделе. Инфоблок называется «Баннер». Там как раз присутствуют сейчас три баннера и картинки книги. Здесь задается ссылка, куда нужно. Переходите, перекликите по баннеру картинка, соответственно, код описания. Чуть ниже идет блок с табами, которые показывают специальности направления услуги. То есть специальности вводятся все, которые есть у данной клиники. Для того, чтобы развернуть полностью список, нужно, соответственно, нажать на кнопку «Развернуть». У нас покажутся все специальности на сайте. Можно, в принципе, перейти по любой из них, и они, соответственно, отфильтруются при записи на прием. То есть сработал фильтр, и уже конкретно по этой специальности можно будет записаться на прием. Следующий этап направления – это статическая информация о основных видах деятельности организации. То есть каждая клиника может использоваться данным табом для продвижения каких-то своих услуг. Далее – вкладка «Услуги». То есть на данную вкладку «Услуги» вводится при отмеченном чекбоксе. Сейчас я это покажу. Переходим в раздел «Администрирование». Сделал «Услуги». Переходим в созданную услугу «Лотация зубов VIP». Для того, чтобы данная услуга отобразилась на главной странице, нужно отметить данный чекбокс «Показательный главный». Соответственно, мы его отмечаем. Нажимаем «Сохранить». Перезагружаем страницу. Так вот, данная услуга появилась. Соответственно, по ней можно перейти и почитать необходимое описание. То есть да, врач после добавления его к услуге также здесь появился. То есть можно перейти, узнать информацию об этом враче. Можно просто с страницы услуги записаться на прием сразу же. Чуть ниже у нас идет баннерный блок. Он основан на модуле реклама, стандартном модуле «Битрикс». Управление данным блоком осуществляется через административную часть. Далее я покажу, как можно создать новый баннер. Переходим в административную часть раздел «Маркетинг». Переходим в страницу с баннерами. В данный момент у нас представлены три баннера. Два из них показываются в верхней части сайта, то есть они вводятся рядом друг с другом. И один, он идет основной большой, он находится чуть ниже. То есть мы можем взять за основу данный баннер и просто копировать его. То есть вот появился еще один баннер. Далее мы можем перейти в него и отредактировать информацию. На этой странице указывается тип баннера, как раз выбран широкий. Если мы хотим, чтобы этот баннер привязался и выводился в верхнюю часть, соответственно, нужно изменить на верхний баннер, на главный. И тогда они будут по очереди показываться наверху, то есть в зависимости от настроек. Пока оставим данную стройку такой, как она есть. Дальше идет ES, то есть перейти от баннера. От этой настройки зависит частота показа. Далее мы можем загрузить какое-то изображение, соответственно, оно будет выведено вместо стандартной заглушки, скажем так, которое сейчас присутствует. Указать можно ссылку, на которую, в принципе, будут перекликнуть люди по переклике по кнопке «Подробнее». То есть в данный момент у нас указанный сервис, можно указать, допустим, новости. Далее можно выбрать, как данная ссылка будет срабатывать, либо она будет срабатывать в этом окне, либо открываться в дополнительном справочной подсказке, но это уже настраивается по желанию. Статус баннера подтвержден, чтобы он отображался на сайте. Далее переходим на вкладку ограничения. Здесь можно указать опции «Фиксировать показ баннеров», либо «Не фиксировать». То есть, соответственно, сейчас для нового баннера все по нулям. Если мы, допустим, откроем баннер, который уже был показан несколько раз на сайте, то информация там будет немножко другая. У нас здесь уже идет информация по тому, сколько раз он был показан, какому количеству пользователей. Здесь можно ввести ограничения. Соответственно, если показ данного баннера превысит эти значения, то он уже не будет отображаться. также есть ограничения по таргетингу. То есть мы можем, например, установить группу пользователей, для которых мы хотим показывать определенный баннер. Сейчас я сохраню новый баннер, для того, чтобы это показать. он у нас должен появиться на основной странице. То есть вот, они периодически будут меняться, в зависимости, опять же, от настроек. В данный момент баннер показывается для всех групп пользователей. мы можем создать ограничения и установить, например, чтобы он не показывался для администратора, так и положено. И, соответственно, при обновлении он не должен будет появиться. Чтобы это еще раз продемонстрировать, нужно отключить предыдущий баннер. Соответственно, у нас сейчас данный блок будет пустым, так как я являюсь администратором на этом сайте. Соответственно, чтобы отменить это, нужно убрать данную опцию. Главный опять будет на своем месте. По баннерам ведется статистика, то есть ее можно посмотреть в отчетах. Например, если мы видим графики по баннерам, то здесь у нас сайт внутренний, поэтому графики не очень информативные. Но таблицы, допустим, показывают количество посетителей, клики, которые были совершены, соответственно, общее количество показов по баннерам. В фильтре мы можем менять, какие баннеры выводить в статистику и какую информацию конкретно выводить в таблицу. По настройкам баннеров тут, в принципе, все. Далее у нас идет информация о страховых программах, то есть это новый раздел на сайте. Также есть информация по партнерам, то есть тоже такой баннерный блок, который управляется через административный интерфейс. Также у нас на сайте присутствует мобильная версия сайта. доступна она по адресу, то есть она доступна по этому же адресу, но к сайту нужно добавить, к названию сайта нужно добавить буковку грамм. Соответственно, вся информация, которая доступна на основном сайте, она также выводится и на мобильной версии. Например, мы перейдем в раздел «Услуги», в раздел «Стематология», который мы недавно добавили. Здесь также отображается новая услуга, «Автация зубов вид», то есть мы можем записаться на прием. В данном решении также еще присутствует мобильное приложение, само мобильное приложение устанавливается вместе с основным сайтом. Доступна она по адресу mobile.app. Схема мобильного приложения будет точно такая же, которую выберете при установке основной версии сайта. Соответственно, если выберете красный, то все кнопочки будут и в таком же точной стиле. если вы хотите выпустить свое мобильное приложение, нужно разработать мобильную часть на своем сайте, у нас уже это сделано, установить на своем мобильном устройстве версию для разработчиков, для того, чтобы протестировать функционал, и то есть, возможно, вы захотите что-то убрать или добавить в свое мобильное приложение. Далее, убедиться, что все проектно, купить лицензию на 1SBitrix мобильное приложение, соответственно, получить лицензионный ключ и доступ. После этого нужно заполнить данные с использованием ключа на странице 1SBitrix, там нужно будет добавить иконки, название сайта, сейчас загрузится, название приложения, краткое название, адрес самого приложения, то есть, платформу, под которую вы выпускаете, и иконки для iOS, Android, то есть, примерный вид иконок для iOS выглядит так. После того, как вы добавите иконки информацию, нужно создать аккаунт на Google Play, соответственно, iOS DevCenter и передать эти данные в 1SBitrix. И 1SBitrix уже опубликовывает от вашей имени готовое приложение в App Store и Google Play. То есть, в принципе, если вас будет устраивать полностью решение, которое устанавливается с основным сайтом, то из всего этого списка нужно будет только добавить иконки и фактически зарегистрироваться на Google Play и iOS DevCenter. То есть, вся остальная разработка уже не потребуется. в принципе, по основным моментам, которые присутствуют на сайте организации, медорганизации, я рассказал, если есть какие-то вопросы, то готов ответить. Вопросы были по сервису записи интеграции с МИС, Евгений нам помог ответить, Евгений, Были вопросы о том, что не все сайты используют онлайн-запись на приемы, и на нашем сайте действительно, к сожалению, не все проекты опубликованы, но здесь медицинское учреждение само решает. Во-первых, чаще всего онлайн-запись дается только пациентам, которые являются постоянными клиентами, и доступна запись в личном кабинете, то есть она доступна через авторизацию. Это чтобы избежать различной висячей записи или просто те, кто хочет каким-то образом навредить клинике. Но также есть у государственных организаций, если это региональные клиники, может такое быть, что они используют региональную систему, тогда они дают просто ссылку с основного сайта переход на запись в ту систему. Можно делать интеграцию с системой, здесь разные варианты возможны. Для честных организаций, конечно, уже проще делать свою запись и рассматривать свои уникальные сценария. Если еще какие-то вопросы будут, коллеги, пишите, мы также в конце постараемся на них ответить. Ну и мобильную версию, я просто сейчас сверну экран, покажу, как она выглядит с маленьким разрешением, то есть главная страница, записан прием тоже. Можно на карте посмотреть, проложить маршрут, выбрать врача, то есть мы видим, что экраны совершенно другие и заполняем форму, получаем талон. Но так как время у нас уже на середине вебинара, я постараюсь дальше кратко завершить рассказ про возможности готового решения и передать слово Михаилу и мы познакомимся с возможностями рекламы в интернете и основными правилами. Мы поговорили про сервисы, посмотрели настройки, но в начале вебинара мы также говорили, что есть понятие производительности и безопасности, что для этого есть в системе. Есть технология композитный сайт, которая позволяет повысить выдачу сайта в поисковых системах благодаря тому, что часть страниц размечается часть контента статическая, часть контента динамическая. Динамический контент специально размечается, пользователю при запросе отдается сначала HTML-страничка, то есть он ее получает мгновенно, а незаметно для него с помощью Аякса подгружается динамический контент. Таким образом, действительно, будет очень быстрый клик сайт и не будет проблем, когда страница не грузится, с ней невозможно работать. Но скорость сайта можно не только улучшить, ее можно и померить, и это обязательно нужно сделать при запуске проекта, при развитии, просто периодически за этим следить. В платформе 1SBitrix есть такой сервис, и как раз с помощью него можно здесь даже наглядное представление, работает ли быстро данная страница, быстро она загружается, то есть либо страница грузится медленно, тогда нужно искать причины. Есть рекомендации, что нужно сделать, и у нас были примеры, когда клиенты говорили о том, что после работы главной страницы сайта, это был большой проект, падал браузер, а причина оказалась в футере в зацикленном баннере партнеров, там было 150 партнерских баннеров, поскольку скрипт был написан некорректно, то они постоянно генерились новые, и через 4 часа их создалось такое количество, что просто, конечно, браузер не выдерживает. Код подправили, посмотрели, и сайт стал корректно открываться, и проблема была устранена. Также есть модуль безопасности, про который я уже немножко говорила, который включает в себя различные технологии, это и проактивная защита, шифрование данных, веб-антивирус. Модуль постоянно развивается, постоянно выпускаются обновления, и также платформа имеет сертификат в стек Российской Федерации. Поэтому можно сказать, что наша платформа надежно защищена. А какие еще технологии, которые тоже помогут эффективно управлять проектом, это облачный бэкап, но и в принципе резервная копия. Это всегда нужно делать, про это часто забывают, вспоминают, когда проект упал, резервной копии нет, а еще лучше сценарий, когда руководство должно представить сайт на более высшем уровне, в этот момент случилась такая трагедия. максимум, что можно сделать, это развернуть какую-то страничку с контактной информацией и фотографией, что действительно такой ресурс есть, но чтобы таких ситуаций не было, заранее нужно помнить о копиях, особенно если это большой проект, масштабный проект на всю страну, там просто уже должна быть запасная резервность струида, синхронизация и так далее, то есть все механизмы заранее отлажены, чтобы никаких страшных ситуаций не возникало. Ну и система обновлений, обновления на новую версию, если кто уже использует наши версии, или кто в будущем будет обновляться, мы всегда рекомендуем делать на бэкапах, потому что бывает, что вносили какие-то сами изменения, что-то поменяли в шаблоне, потом даже разработчик мог уйти, прийти, другой разработчик про это уже все забыли, накатываем обновления на боевой сайт, а у нас вот были недавно такие случаи, к нам обратился клиент, говорит, а мы вот тут взяли и решили на сайт там кастомизированный шаблон совершенно, у них был свой уникальный дизайн, накатили обновления, переломали свои собственные правки и пишут нам в техподдержку все плохо, спасите, помогите. Ну, слава богу, у них был бэкап, мы установили им проект с бэкапа и объяснили, как правильно производить обновления. Если бэкапа не было, я думаю, что клиенту пришлось бы очень долго все восстанавливать. И есть еще один сервис, это монитор качества, инструмент для проверки качества выполненного проекта, по этому монитору мы рекомендуем сдавать проект, соответственно, если вы заказываете разработку, то просите ваших партнеров, чтобы они сдавали проект по монитору качества, он подсказывает и кроме скорости сайта, какие проблемы могут быть либо с хостингом, либо с кодом, и таким образом больше шансов, что проект выполнен корректно, и спокойно нашим клиентам. Там есть автоматические тесты, они тоже у нас периодически совершенствуются, и можно достаточно хорошо проверить проект. В компании есть техническая поддержка, я в конце вебинара покажу странички на нашем сайте, где можно получить более подробную информацию, и также у нас есть обучающий курс, если вам необходимо обучить своих контент-менеджеров или разработчиков, есть своя команда, мы будем рады видеть на наших курсах. Есть различные уровни курса для контент-менеджеров, разработчиков, системных администраторов, и постоянно тоже совершенствуются курсы, и развиваются новые программы. Если вы купили готовое решение, чем это может быть хорошо, и в каких случаях нужна индивидуальная разработка. Если есть ограничения по бюджету, нужно быстро запустить проект, либо это старт бизнеса, то тогда мы говорим о готовом решении. Установили сайт, так как показал это нам Максим, убрали демо-контент, занесли свой уникальный контент, то есть за несколько дней можно запустить проект, если, конечно, это многофилиальная организация, там потребуется уже больше, чем несколько дней, это может быть несколько недель, но в любом случае это быстрее, чем разрабатывать проект с нуля. Проект с нуля с видеоконсультациями, онлайн-записью, личным кабинетом, интерактивной карты это будет разработка уже полгода, и соответственно будут другие бюджеты. Но если есть возможность, можно разрабатывать проекты с нуля, если есть какие-то свои уникальные сценарии, а также можно использовать готовые решения и сделать уникальный шамблон дизайна. Это тоже будет меньше по бюджету, и это, наверное, актуально в условиях кризиса. Также можно заказать, можно разрабатывать свои команды, можно заказывать внедрение у наших партнеров. И преимущественно готовых решений, что уже реализованы сервисы, они соответствуют законодательству, мы обеспечиваем доступность любых устройств, и есть простое управление сайтом и высокая безопасность и производительность. Решение делится на две версии, базовую и расширенную. Функционал доступен в зависимости от редакции платформы. Для базовой версии это сайт-визитка, то есть доступны основные страницы и мобильная версия. А расширенная версия это полноценный сервис онлайн-записи, инфекиоск, видеоконсультации, оплата. Оплата у нас доступна и видеоконсультация для редакции «Бизнес». Соответственно, модуль доступен в Marketplace. Простой переход на старшую редакцию реализуется с помощью просто перехода на более старшую версию платформы. Также у нас есть сервис Marketplace, где партнеры разрабатывают свои модули, и можно приобрести любой модуль, который будет украшением к вашему проекту. Это может быть калькулятор стоимости, это может быть какой-то конструктор документов, ну, все, что необходимо, и может быть полезно. И есть еще один продукт, просто буквально пару слов про него. Это уже сервис для автоматизации внутренней работы сотрудников внутри организации, сервис Bitrix24, про него отдельно ведутся вебинары, есть отдельный сайт, это совместная работа над задачами, единое хранилище документов, это тоже видеозвонки, чата, документация, это CRM, то есть все, что также необходимо, это может помочь решить внутренние организационные вопросы внутри компании, и даже организовать сотрудников, и полноценное общение, полноценное участие во всех задачах и вопросах, когда сотрудник находится удаленно, он не может прийти в офис или не может приехать. на этом я свой доклад закончу, и как я обещала, сейчас кратко покажу на нашем сайте, где что можно посмотреть. Ну вот так выглядит инфокиоск, я думаю, что мы экраны тоже с вами смотрели, нужно выбрать специальность, услугу, время, ввести данные, и мы получаем талончик. Что на нашем сайте есть? Есть информация про сам продукт, новая версия, редакция и цены, есть страничка в Marketplace, там тоже подробная информация, есть обсуждение, что нового, есть ссылка на документацию для обоих вариантов функционала, на сайте вопросов можно задавать на вкладке помощь, поддержка, обучение, более подробной информации про мобильное приложение можно получить на вкладке продукты, мобильное приложение, я пишу все эти ссылки в рассылке, на продукте, медленно грузится сайт, но у меня уже открыта страничка на другой вкладке, здесь тоже подробная информация, и есть информация о том, что нужно заполнить, то есть, какие правила публикации и так далее, то есть, все можно подробно тоже ознакомиться, разобраться, в Marketplace также у нас есть про модуль карт, подробное описание, тоже можно почитать, есть документация, ссылка, есть описание, ну и таким образом можно познакомиться с нашим продуктом. Так, сейчас давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы, и возможно ли, вопрос от Романа, возможно ли просмотр истории болезни, результатов исследований для пациента в личном кабинете. У нас пока что электронной болезни на текущий момент нет, но это есть в наших планах. А вот результаты исследований пока что можно прикрепить в личный кабинет в виде файла. Хотелось бы, вопрос от Александра, хотелось бы, чтобы был готовый функционал для установки решения поверх действующего сайта с уникальным дизайном и контентом. Другими словами, как накатить функционал решения без изменения публичной части сайта. я думаю, что здесь такая техническая задача. Максим, ты нас слышишь сейчас? Да. Как на такой вопрос можно ответить Александру? Совсем накатить функционал без изменения публичной части сайта наверное не получится, потому что все-таки там большая часть как раз функционал располагается в публичке, то есть по управлению и изменению информации. Данные мы можем накатить, они будут храниться, но без изменения публичной части никуда не деться. то есть придется просто посидеть и подумать, что оставить, ну придется может быть наш дизайн, придется доработать под вашей стиле. То есть потребуется все равно техническая работа и работа как раз над публичной частью, над изменением стиля нашего шаблона. А возможно там будет доработка каких-то разделов, которые у вас есть, которые нет в готовом решении. То есть здесь наверное нужна хорошая оценка вместе со специалистами и посидеть, подумать, как это сделать более эффективно, более лучше. Но так вот, чтобы в один клик такого не получится. Так, и еще у меня спрашивали про законодательство. Евгений, да, что-то хотите добавить? Я могу дополнить, что приблизиться к простой установке поверх действующего сайта можно, но этот вопрос нужно прорабатывать. Возможно, это будет в следующих обновлениях. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет. Все равно нужно будет создавать некоторые инфоблоки, которые необходимы для записи, некоторые пользовательские поля и тому подобное. Хорошо, спасибо. И я открыла ссылку, был вопрос от коллег подробнее про обязательную информацию, которая должна быть представлена на сайте в соответствии с приказом Минздрава. Вот есть такой приказ и, соответственно, здесь подробно расписано, какие пункты должны быть. Мы сделаем готовым решением, как я и говорила, такую некую законодательную карту и покажем здесь информацию о видах медицинской помощи, о правах и обязанностях граждан в сфере здоровья, о медицинской деятельности, организации об учредителях, медицинских работниках, правила приема главврача и других административных работников по каким-то организационным вопросам, о перечне лекарств, которые могут быть обязательны для медицинского применения и так далее. То есть есть эта информация, мы ее даже включим в готовое решение, чтобы было просто проще ориентироваться о том, как настроить свой проект. Какие есть еще какие-то вопросы? Планируется ли выпуск мобильной версии на платформе Windows Phone? Это у нас традиционный вопрос, который нам задают на наших партнерских конференциях. Пока что доля Windows Phone не высока, поэтому мы пока выпуск мобильной платформы под Windows Phone не планируем. Но и тем более сейчас меняется сама платформа, последнее заявление компании Microsoft о том, что у них будут изменения. Мы, в принципе, пока что тоже следим за этими изменениями, посмотрим, как будут развиваться дальше данные устройства. Раз вопросов больше нет, коллеги, если будут вопросы, также пишите. Я тогда передаю слово Михаилу Болдеру, он продолжит наш вебинар, и мы уже поговорим, если первая часть вебинара была более технической, мы говорили про возможности, про правильный подход к созданию сайта, про настройки готового решения, то Михаил нам больше расскажет про продвижение, про рекламу, про эффективность уже проектов в интернете, потому что мало создать интернет-проект либо приложение, нужно за ним следить, нужно, чтобы пользователи его увидели, а увидеть они только смогут благодаря тому, что мы будем этот проект продвигать. Михаил? Одежда? Да. Меня зовут Михаил Болдарев, я директор студии Клондайк, и сегодня я расскажу о рекламе юридических услуг в интернете. Данный доклад я уже несколько раз читал в наших вебинарах, и я вот здесь в скобочках поставил 2016, потому что я его обновил, и отдаю информацию, актуальную на сегодняшний день. Поехали. Немножко о нас. Студия Клондайк это лидер по внедрению решений DNS-битрикс в сайт медицинской организации. О нас можно почитать на сайте, и если у вас ставят какие-то задачи или есть вопросы о данном решении, то можно к нам обратиться, мы очень много сайтов делаем, и в прошлом году, в 2015, мы также являемся лидерами по внедрению данного решения. Данное решение мы представляем совместно с компанией NS-битрикс на крупнейших российских конференциях по медицинской тематике, это МИДСОФТ, информационная технология в медицине, здравоохранение 2015, так что очень много с клиентами мы общаемся непосредственно на выставках, потом, к примеру, встречаемся, также кто-то, может быть, кто смотрит вебинар, тоже с нами уже общался. Немножко обо мне, то есть я декор студии Кландайк, сам я специалист, преподавал, преподаю информационные технологии в высшей школе, президентской школе, читая вебинары и семинары. Давайте придем к содержанию нашего доклада. Первый вопрос по просьбе Надежды я добавил кейсы по разработке медицинских сайтов, то есть мы кратко рассмотрим некие примеры сделанных наших проектов в разных ценовых сегментах, естественно, на нашем решении, ну и расскажу там отличия, какие-то нюансы по ним. Вторым вопросом мы рассмотрим создание продающих страниц, что сегодня очень важно, потому что реклама дорогая и от качества сайта зависит его конверсия. Ну и расскажу про комплекс интернет-маркетинг в медицине. Давайте поговорим о текущей ситуации на медицинском рынке. Сегодня, безусловно, интернет это основной рекламный источник. Второй тезис посетители сайтов привыкли к качественному представлению информации. То есть ваш пациент он научился выбирать уже лучшие предложения, он уже знает, как искать, он знает, какой сайт хороший, а какой не очень, он понимает, что такое удобно. Соответственно, порог входа на рынок медицинских услуг очень сильно повышен и постоянно повышается. С другой стороны, стоимость контекстной рекламы медицинских услуг находится на грани рентабельности, то есть по многим направлениям коммерческие, в частности, коммерческие клиники, они готовы платить за рекламу столько, чтобы хотя бы выходить на уровень окупаемости. То есть, опять же, ставки очень высоки. Если мы говорим о SEO-продвижении, то наблюдается консервация выдачи в поисковых системах, то есть уже определенные победители по многим конкурентным запросам и достаточно тяжело вырваться в лидеры. Соответственно, для того, чтобы как-то конкурировать, уже не достаточно просто сделать сайт, а нужно очень задумываться о многих вещах. В частности, об этом тоже сегодня поговорим. Ну и, собственно, общее положение дела на рынке, что у нас кризис, снижение покупательской способности и, соответственно, происходит снижение частоты обращения пациентов в коммерческие клиники, что тоже свою роль усиливает конкуренцию. Давайте рассмотрим пример разработки медицинских сайтов. То есть, вопрос, который у нас есть, это, ну, сколько стоит сайт, какие варианты создания сайта существуют на рынке, ну, на примерах из портфолио. Ну, на вопрос, сколько стоит сайт, нужно понимать, что есть два подхода к разработке сайтов на рынке. классический подход это разработка на заказ, когда пишется техническое задание, потом проектируется интерфейс, то есть исполнитель заказчиком определяет, какие блоки будут на сайтах, что на каких страницах будет выводиться, потом рисуется дизайн, дизайнер рисует как правило в формате PSD в фотошопе, потом эта картинка она переводится в HTML CSS код, происходит верстка, потом программирование, сборка, сборка допустим на системе 1S Bittrex, дальше тестирование, наполнение контентом и запуск сайта. За счет такой сложной цепочки у нас очень сильно возрастает стоимость работы, то есть сайты на заказ стоят от 300 тысяч рублей. Если взять многопрофильную клинику, то проекты, которые мы делаем на заказ именно для крупных сетей, там встречаются проекты за миллионы рублей, то есть миллион, два, три, это нормально для многопрофильной клиники. С другой стороны, есть вариант разработки сайта на готовом решении, то, что в первой части нашего семинара Надежда и другие коллеги нам рассказывали. То есть, когда мы уже взяли готовое решение, и нам осталось всего лишь заполнить информацию, поставить свой логотип, тексты разместить, цены, и фактически можно запускать сайт. То есть, за счет того, что мы пропускаем большинство этапов, то есть, мы не проектируем интерфейс, не рисуем дизайн, не верстаем, не делаем сборку, то есть, программную часть не разрабатываем, у нас очень сильно снижаются издержки. И вот готовое решение, до 100 тысяч рублей я значил, то есть, это стоимость лицензии, допустим, даже это высшая редакция, там порядка 60 тысяч рублей, и там 40 тысяч рублей на работу контент-менеджера, и фактически можно сделать готовый сайт в медицинском вырождении, в бюджете до 100 тысяч рублей. Ну, мы такие тоже делаем, в принципе, сейчас я вам покажу примеры. Ну, сначала плюсы и минусы, то есть, собственно, у решения на заказ основной плюс это в том, что мы можем сделать уникальный дизайн, да, и сделать все, что нам хочется. Такой же плюс является, что мы не получаем какие-то лишние функционалы, лишние страницы, то есть, мы конкретно на этапе проектирования технического задания выбираем то, что нам действительно нужно. Ну, основной минус это цена, да, и срок, что это долго и дорого. Также есть минус, что появляется большая вероятность ошибки. в отличие от готового решения, которое уже протестировано, его много компаний уже остановили, как правило, там в нескольких итераций, там вероятность ошибки достаточно низкая. Когда мы работаем на заказ, то вероятность ошибки у нас возрастает, соответственно, ну, опять же, это влияет на стоимость. Плюсы готового решения в том, что сразу мы видим конечный результат, да, это быстро и недорого, достаточно низкая вероятность ошибок. Ну, минусы отсутствия уникальности, ну, также вот один из минусов, да, что если вы захотите потом сделать уникальный, сайт, то, возможно, придется заново переделывать все, но, может быть, это не сильный минус, да, потому что есть определенные бизнес-задачи, да, допустим, быстро запуститься, да, а потом через какое-то время, когда интернет-трафик на сайт достаточно высокий станет и будет сайт будет себя окупать и будет продажа, то можно его, конечно, и переделать. Давайте рассмотрим варианты. Так, вот это старый дизайн типового решения, то есть сегодня на семинаре коллеги нам показали новый, то есть до этого последние несколько лет мы работали на вот этом решении, на старом. Давайте пример номер один, как в типовом решении, то есть дам примере, мы рассмотрим сайт российского научного центра рентгенорадиологии, адрес сайта в верхнем левом углу, да, посмотреть. Суть этого подхода, когда мы фактически развернули типовый сайт и сам клиент, сам заказчик, он наполнял его информацией. соответственно это самый дешевый способ, то есть фактически заказчик заплатил только за лицензию и своими силами наполнял сайт. То есть мы здесь видим, что название, из-за большого количества телефонов дырка в шапке пошла, если мы рассмотрим о баннере, где фотография директора, она немножко с измененными пропорциями, то есть что я хочу сказать, что это работоспособный сайт, им можно пользоваться, у него достаточно большая посещаемость, но видно визуально, что есть чуть-чуть огрехи в дизайне. Ну, как бы, то есть есть поговорка хозяин-барин, но теоретически вот такое решение имеет место быть. Следующий вариант это запуск, это сайт Тверской железнодорожной больницы, это огромная больница на тысячи коек, здесь тоже сделан сайт на типовом решении, но мы здесь сделали некие доработки, то есть адаптировали логотип, название, немножко поменяли шапку и поставили необходимый баннер, опять же, адрес сайта okb.veret.ru можно посмотреть в интернете, но здесь смысл в том, что нами были сделаны небольшие доработки, то есть опять же это проект в рамках бюджета до 100 тысяч рублей, но визуально в отличие от прошлого проекта он немножко лучше смотрится за счет того, что вместе с лицензией мы продали клиенту небольшое количество трудочувствов контент-менеджеров, даже не программистов и дизайнеров, а просто контент-менеджеров, те люди, которые профессионально заполняются наполнением сайта, то есть он более грамотно заполнен, стоимость не сильная из-за этого возрастает. И третий вариант это сайт французской стоматологической клиники, то есть сайт разработан полностью на заказ, сразу видно, что у нас горизонтальное меню переработано, основной баннер совершенно по-другому выглядит, но надо понимать, что это кусочек сайта, там есть еще главная страница, содержит достаточно много контента, также внутренние страницы там все проработаны. то есть стоимость данного решения, там, больше миллиона рублей, сайт содержит, ну, там, всю необходимую информацию, там, о врачах, о услугах, о клинике, о несколько языковых версиях, опять же, мы видим, что большая кнопка запись на прием, то есть реализован функционал, ну, опять же, если у вас будет желание, можно посмотреть, посмотреть, как оформлен сайт, и разницу вы увидите. Данный сайт, он адаптивный, ну, то есть все там новшества, которые есть, можно на этом сайте посмотреть. Ну, это вот пример. Давайте перейдем к второму вопросу создания продающих страниц для медицинских сайтов. надо понимать, что качество сайта, она зависит не от, не только от главной страницы, да, а в принципе от всего сайта, то есть качественный сайт это тот, на котором каждая страница проработана, содержит удобный, понятный контент, ну, и также сайт продает, то есть не просто информационный ресурс, а коммерческий продукт. Ну, вот если мы возьмем всю алгоритму продаж медицинских услуг, то здесь фактически есть три компонента. Это реклама, которая приводит посетителей сайта на сайт, дальше посетитель читает информацию на сайте и возможно он конвертируется в пациента, то есть сделает звонок, либо осуществит онлайн заявку, либо там онлайн запись. Вот здесь я на картинке символически изобразил сайт как черный ящик, то есть мы не знаем что происходит, но мы можем по некоторым критериям влиять на конверсию, которая выходит с сайта. Ну, вот для примера на следующем слайде у меня изображены два сайта, которые находятся по одному запросу. К примеру, если в Яндексе набрать брекеты инкогнито, можно встретить два сайта, слева сайт это текст с картинками, возможно, с точки зрения врачей, там достаточно профессиональная работа, картинки, но для пациента, как правило, эти картинки отталкивают и желание заказывать брекеты не очень высокое. а справа одна из страниц сайта французской стоматологии, я до этого пример показывал, где мы показываем врача, плюсы-минусы брекетов и там много дополнительной информации. Соответственно, конверсия более продающей страницы справа, она достаточно много выше, чем слева. Соответственно, при одинаковом рекламном бюджете будет разный результат у нас. Если это в таблицу свести, то мы получим такие данные. К примеру, у нас рекламный бюджет 30 тысяч рублей на какое-то направление, на какую-то услугу конкретную. Допустим, средняя стоимость клика равняется 300 рублей. Средняя стоимость клика это по Москве. На самом деле, в некоторых тематиках медицинских уже в направлениях стоимость клика может и тысячи, полторы тысячи за всего за один клик потенциального пациента. Некоторые чуть меньше. Понятно, в регионах другие цены. То есть при средней стоимости клика 300 рублей мы получим 100 переходов на наш сайт, 100 посетителей. И у нас допустим обычная страница не очень проработанная может сконвертировать посетителей сайтов пациентов в 3% вероятности продающая страница может сконвертировать пациентов до 20%. Соответственно, в одном случае мы получим 3 пациента, в другом 20. Ну и, соответственно, стоимость пациента будет очень сильно отключаться. Соответственно, имеет смысл прорабатывать страницы, делать их более продающими для того, чтобы рекламный бюджет более эффективно расходовался. Что должна содержать продающая страница? Первое это цена. Тут есть, понятно, это общие параметры. Допустим, в вип-сегменте как правило цену не пишут. В низком ценовом сегменте цена обязательно, потому что в низком ценовом сегменте посетители стараются ориентироваться на цену. Соответственно, если вы пишете цену, то нужно максимально подробно расписать, от чего она зависит, скид реакции, если есть, описать другие параметры. Это описание процедуры, естественно, если эта процедура происходит на оборудовании, то обязательно марку, модель оборудования, особенно это очень важно в косметологии, к примеру, когда процедура лазерной эпиляции, есть разные оборудования, допустим, сейчас одно из самых современных, лазер канделов образно, американские, допустим, в Москве, уже посетители, предполагаем, пациенты, они уже знают, на каком оборудовании хотят получить эту услугу и считают, что за оборудование стоит в клинике. пишем обязательно сколько процедур нужно, как проходит процедура, фото врачей, отзывы, сертификаты, отзывы пациентов, картинки до, после, любая дополнительная информация. В новой версии медицинского сайта, которая была показана в первой части нашего семинара, уже мы видели, что на странице услуги есть так называемые табы, где информацию мы видели, как в административной зоне мы добавляли информацию о враче, его повышение квалификации, сертификаты. Соответственно, новое решение, оно идет по этому пути, как раз то, что я последние несколько лет пытаюсь донести на своих выступлениях, то, что нужно максимально прорабатывать и заполнять информацию страниц услуг для того, чтобы улучшить продажи. Вот пример одной из страниц, то есть мы понимаем, что страница достаточно содержит много информации, то есть здесь просто на две части разделены, то есть справа это продолжение сайта вниз, если мотать. Соответственно, мы видим здесь, например, процедуру лазерной апелляции, картинку, то есть это реальная картинка с реальным врачом в реальной клинике. Видео, которое снято, опять же, вот конкретно постановочное видео с моделью, снято в данной процедуре, описано, как происходит процедура, видны результаты до и после, описано оборудование, ниже там есть внизу цены, есть скидки, цены подробно расписаны по зонам апелляции. такая страница намного лучше продает, чем просто портянка текста. Пример из французской стоматологии, которую я уже показывал, это страница, то есть я вот верхнюю часть показываю, вот еще нижняя, это страница услуги, то есть она не главная страница. То есть фотография врача, преимущества данной брекет-системы, там фотографии, ее этапы, там и кнопка записаться онлайн, где пользователь может записаться. Но если еще какая-то информация об услуге есть, тоже нужно ее описывать. Технологии создания страниц. Самым важным этапом является сбор информации. Здесь нужно вам вместе с маркетологом, либо у вас штатный маркетолог, либо вы обращаетесь в агентство, например, к нам, вместе с вами собираем всю информацию, которая есть, процедуры, продумываем структуру страницы, что вверху страницы, что внизу страницы, то есть цены показываем ли сразу, или в принципе показываем ли цены. Это надо продумывать, ну и делать технический дизайн для того, чтобы это все нормально смотрелось. Просто разместить не получится, потому что может быть структуру то есть сегодняшний день сайты, они похожи больше на журнальную подачу информации, чем на газетную, а в журналах, если откроем любой журнал, мы увидим, что там картинки с какими-то цитатами, с краткими блоками текста, с крупными заголовками, соответственно, необходимо делать технический дизайн. Опять же повторюсь, в новом дизайне типового решения там уже немножко проработан сайт страницы, ну понятно, что можно улучшить. Ну и надо понимать, то есть теоретически мы приходим к автогенерации страниц услуг, потому что у нас достаточно все типизировано, то есть на каждой странице услуги должно быть описание, цена, оборудование, врачи, все это есть в общей базе данных, соответственно, у нас есть список врачей, у нас есть цены, у нас есть там еще какие-то справочники, и теоретически делая вот один шаблон продающей страницы услуги, мы можем автоматически получить всю линейку этих страниц, то есть соответственно за счет автоматизации можно вот эту работу упростить и получить сайт, на котором будет каждая страница проработана, а не только одна или две. Ну и перейдем к третьему вопросу, комплексный интернет-маркетинг, автоматизация продаж. Соответственно, смысл в том, что отдельно работать над дизайном или над рекламой в сегодняшней ситуации не получится, потому что успех, коммерческий успех сайта это совокупность действий, соответственно, нужно уделять внимание всем направлениям. Что такое комплексный интернет-маркетинг? Это комплекс действий, направленный на превращение максимально возможного количества пользователей в пациентов. Включает в себя разные направления, то есть это аналитика, анализ конкурентов, составление медиаплана, постоянное создание и развитие сайта, это поисковое продвижение, это разные виды рекламы, контекстно таргетированное медийное, там, email-маркетинг, покупка лидов, то есть достаточно много предложений на рынке. Этот вопрос комплексный интернет-маркетинг достаточно обширный, можно часами рассказывать о нюансах, но мы попробуем кратко пробежаться и я заострю внимание на аспектах, которые важны в медицинской сфере. Мы в рамках этого вопроса рассмотрим сейчас кратенько структуру сайта, методы анализа конкурентов, создание продающей страницы, это уже рассматривали, еще раз вернусь к этому, рассмотрим варианты рекламной кампании, анализ эффективности, немножко скажу об автоматизации отдела продаж и бизнес-процесса, потому что последние два пункта они важны не только не только потому что это надо делать, а потому что это влияет на продажу, то есть вы посетителя привлекили, он записался и к меру из-за того, что у вас неотлажены бизнес-процессы, оператор вовремя не позвонил и не напомнил о дате записи пациенту, то он просто не пришел. Соответственно, вы проделали цепочку, вложили деньги в рекламу, у вас хороший сайт, но по каким-то причинам запись не состоялась, соответственно, деньги не заработались. Поэтому, если мы говорим о комбинационном торт-маркетинге, то мы рассматриваем всю цепочку продаж от создания сайта и настройки рекламы до аналитики и автоматизации. Структура сайта. То есть мы в предыдущем вопросе рассматривали создание посадочной страницы, но надо понимать, что у нас на сайте не одна посадочная страница, у нас есть куча направлений, куча услуг, а также пользователи могут запрашивать одни и те же услуги по-разному. Соответственно, возможно, нужно по-разному представлять информацию и отправлять их на разные страницы. Вот на следующем свадьбе я хотел показать пример. это кусочек, то есть кусочек дерева каталога, то есть дерево услуг для одного направления, для одного врача. В данном случае это врач, который занимается лечением позвоночника, и то есть фактически мы не делаем ни одну страницу лечения позвоночника, а в рамках этой страницы под дополнительной страницей, которая отвечает на разные запросы. К примеру, лечение позвоночника по диагнозу, то есть сильно болит шея, отдает в руку, грыжа диска, это по типу лечения, оперативное, безоперативное лечение, это по виду операции, к примеру, замена поясничного диска, то есть пользователь в поясковой системе может так написать запрос замена поясничного диска, и неважно, где мы будем в контекстной рекламе, либо в основной выдаче окажемся, то есть так или иначе пользователь зайдет на сайт и хорошо бы ему рассказывать не о том, что мы занимаемся лечением позвоночника, а конкретно о его случае, о замене поясничного диска, тем самым доверие потенциального пациента возрастает, как будто мы специализируемся конкретно на данной теме, а он сразу видит нужную информацию, видит цены, видит конкретных врачей, хирургов, этим занимается, соответственно, вероятность конверсии, она сильно возрастает, а в условиях того, что реклама обходится очень дорого, то за каждый процент повышения конверсии надо биться. Вот это, то есть я сейчас пример привел, да, для только вот для одного направления, ну, если взять, к примеру, обычную стоматологию, то вроде кажется, что там есть основные направления, там, артодонтия, хирургия, там, ну, как правило, 5-10 направлений, на самом деле, если вот серьезно заниматься тренд-маркетингом, то под этим направлением там нужно создавать десятки, то есть сотни как бы услуг, то есть под в том числе, там, например, вот мы видели, да, не просто установка брекетов, а под каждую модель даже, да, там, брекеты инкогнито, там, инвизлайн, еще какие-то есть разработчики, то есть даже под каждую модель брекета можно создать отдельную страницу и конвертировать ее. Ну, вот данную структуру нужно разрабатывать, ее в типовом решении вы не найдете, соответственно, здесь это, ну, это уже нужно с маркетологом это создавать и, ну, проектировать, внедрять на сайте, заполнять контентом, ну, часто мы этим занимаемся. Цель создания данной структуры фактически она, это, когда мы ее создадим, то есть фактически это SEO-карта, то есть это те страницы, по которой продвигаются по запросам, это ТЗ для дизайнера, то есть ТЗ для программиста, для копирайтера, то есть как только мы не сделали эту структуру, сразу возникает определенный пласт работ, что ее нужно реализовать фактически. Создание данной структуры, это является фактически техническим заданием для разработчиков, как делать сайт. Если мы ее сделаем, то фактически мы получаем понятные настройки контекстной рекламы, то есть мы понимаем, по какому запросу на какую страницу посылать пользователю. Соответственно, это все улучшает конверсию. Давайте к следующему вопросу в рамках комплекса директ-маркетинга придем, это анализ конкурентов. Вообще, перед тем, как делать рекламную кампанию, нужно понимать, что происходит на рынке, какие тенденции сейчас, на что обращать внимание. Анализ конкурентов мы делаем достаточно серьезный, к примеру, ежегодно мы мониторим все многопрофильные клиники, отдельно по сегментам, по стоматологии, у нас есть список всех стоматологий в Москве, и мы мониторим их все технические параметры, это кусочек таблицы, соответственно, после такого анализа можем понять нюансы, что происходит в сфере, что нужно делать. Анализ конкурентов включает также анализ коммерческих факторов, то есть, например, используют ли соцсети клиники или не используют, есть ли у них описание врачей, есть ли у них возможность онлайн записи, ведут ли они новости на сайте и так далее. Мы тоже это мониторим и эти параметры дают понимание того, что нужно делать для того, чтобы выделяться, для того, чтобы быть немножко впереди. Если говорим о SEO-продвижении, то надо понимать, что сегодня в поисковых машинах работает искусственный интеллект, который по каждому поисковому запросу автоматически определяет параметры. Сами сотрудники Яндекса не знают, они не скажут вам, что нужно делать, чтобы ваш сайт находился в топе, потому что это решает искусственный интеллект по каждому запросу. Соответственно, когда ты анализируешь тематику, то, к примеру, на данном сайте можно посмотреть зависимость топа от количества внешних ссылок на сайт или количества распределения возраста домена по топу. То есть, к примеру, диаграмма третья. Здесь видно, это по конкретному поисковому запросу, то есть видно, что медиана сайтов, это сайты, сделанные в 2007 году. То есть, мы видим, что в топ-50 нет ни одного сайта младше 2013 года. Соответственно, есть понимание того, что в данной тематике будет очень тяжело пройти с молодым сайтом. Соответственно, отсюда какие-то варианты, то есть можно искусственно состарить сайт, можно взять старый домен на аукционе, то есть, еще какие-то параметры делать. Ну, вот по большинству, если говорить о медицинской тематике, то по большинству вопросов у нас уже есть исследования, то есть мы понимаем, от чего зависит топа и что нужно делать для того, чтобы ваш сайт вышеаранжировался. Ну, в рамках комплекса терапомаркетинга опять же, нужно заниматься продающими страницами, недостаточно просто сделать, написать тексты, нужно сделать их продающими. Это мы рассматривали во втором вопросе. то есть, я напомню, что два сайта и, естественно, конверсия сайта, которая справа, она намного выше, чем сайта, которая слева. Соответственно, рекламный бюджет лучше расходуется, эффективность выше. Ну, если мы перейдем к настройке рекламной кампании, здесь есть такая таблика, здесь достаточно все сложно, потому что есть много вариантов получения рекламного трафика, есть контекстная реклама, когда мы платим за стоимость клика на прямую поисковую систему, есть классическая сила продвижения, многие считают его панацеей, хотя, в сегодняшних реалиях, я вот уже говорил о консервации топа, что по многим конкурентным запросам уже определены лидеры и очень тяжело поставить сайт среди них. Есть социальные сети, есть тематические порталы, на которых можно размещать рекламу, в том числе есть прямая покупка лидов, то есть лид это потенциальный посетитель, есть уже интернет-порталы, компании, которые напрямую продают лидов, к примеру, для клиники, можно купить пациента, который хочет попасть на прием к лергологу, за него заплатишь 1500 рублей и уже клиника получает его контакты, время, то есть пациент приходит и дальше уже пытается продать услуги. У каждого вида рекламного трассика есть свои нюансы, есть стоимость, есть плюсы-минусы. Если кратко, сверху-вниз, контекстная реклама дает быстрый результат, то есть сегодня принесли деньги, положили их в Яндекс, завтра получили клики, но стоимость на грани рентабельности, то есть такая цена определяется аукционной моделью, то вы клиники иногда готовы платить максимальную цену для того, чтобы загрузить себя работы, чтобы не было простое. Поисковое продвижение это очень долгий процесс, как правило, то есть раньше, лет 5 назад можно было за 3 месяца продвинуть сайт, а сейчас это полгода, год, и нужно проделать очень много работы, и все равно это не гарантирует результат. Социальные сети, они работают на, цена за клик не очень высокая, но они работают на формирование спроса, то есть когда в поисковой машине спаситель набирает прием лора, то это уже готовый пацан, который готов завтра прийти записаться, а социальные сети, то есть человек не ищет, то есть мы формируем спрос, мы говорим вот есть такая-то процедура, может быть тебе будет интересно, то есть мы формируем спрос, естественно конверсия не очень высокая. Рекламу на тематических порталах надо измерять, потому что это не стандартизованная цена, то есть один портал может одну цену сказать, другую, другую, соответственно нужно измерять, нужно мерить, найти лучше приложение на рынке. Ну и покупка лидов, нюанс, что у вас должны быть очень сильно отлажены бизнес-процессы, то есть у вас идеально должен будет работать отдел продаж, у вас должна быть налажена медицинская информационная система, то есть очень много параметров должно работать, чтобы осуществить вот эту покупку лидов, ну и то там очень много нюансов. Пройдем дальше, то есть вот у нас было много рекламных компаний, предположим, мы каким-то образом настроили рекламную компанию, начали получать первые записи, то есть у нас есть рекламный бюджет и есть какой-то результат в виде пациентов, нам нужно проанализировать эффективность разных каналов, то есть понять, что выгоднее, к примеру, контекстная реклама или реклама в социальных сетях, нам нужно понять, на чем сконцентрировать наш рекламный бюджет, потому что он ограничен. На сегодня все равно, то есть у нас есть два варианта записи, это звонки и онлайн запись. На сегодня входящие звонки, они доминируют до сих пор, потому что люди, уже рынок начал привыкать к тому, чтобы записываться и таких пациентов их количество постоянно растет, но по старинке очень большой сегмент записывается через телефон, то есть звонит и записывается по телефону. Соответственно, обычной веб-аналитике, такие как Яндекс.Метрика, Google Analytics, недостаточно, потому что мы не понимаем, откуда он позвонил, когда он заходил на сайт по какому поисковому запросу. Соответственно, встает вопрос, как анализировать вот эти входящие звонки. Отдельно сейчас скажу, что если он записался на сайт, то там с помощью системы аналитики можно полностью понять по какому поисковому запросу, когда он заходил на сайт, какие страницы он посещал, можно даже посмотреть запись его движения мышкой по сайту, как он записывался. То есть, это если он онлайн-запись прошел через онлайн-запись. Там все понятно, все очень наглядно, любую информацию, которую вы захотите получить, ее можно увидеть. Проблема с звонками, которых большинство. Вот второй тезис в том, что нужна гибкая настройка телефонии. К примеру, если у нас две линии и два оператора в данном университете с пациентом, и поступил третий звонок, что с ним происходит? Он должен как-то перенаправляться, мы не должны его потерять. Соответственно, мы приходим к тому, что нужна облачная ТС с гибкими настройками, следующая задача это отделить звонки по рекламе от повторных звонков, то есть понять, что это по рекламе сайта по такой-то рекламной кампании. Для анализа каждого уникального рекламного источника нужно отдельный номер телефона, то есть мы должны понимать, что этот человек позвонил с контекстной рекламой в Яндексе, а этот человек позвонил с контекстной рекламой в Гугле. Соответственно, мы должны для того, чтобы понять это, нам необходимо на каждый рекламный канал поставить отдельный номер телефона. Ну и, соответственно, цель этого всего дела распределить рекламный бюджет между каналами, то есть понять, что стоимость пациента по этой услуге с Гугла выходит выгоднее, чем с Яндекса. Соответственно, нужно переспределить бюджет. Ну вот, есть на рынке сервисы по колл-трекингу. Почему я сейчас об этом говорю, что, ну то есть, многие уже пользуются, но большинство заказчиков, большинство владельцев сайтов не знают об этих технологиях, потому что мы постоянно проводим встречи, в частности, с руководителями, главными врачами клиник, стоматологии и не знают об этом. То есть, есть сервисы, которые позволяют по источнику поставить отдельный телефон. Если человек зашел с баннера на каком-то портале, то мы показываем один номер телефона. Если он зашел с рекламной компанией в Яндекс.Директ, то показан другой номер телефона. Соответственно, по количеству звонков можно понять конверсию. Если идти глубже, то есть, называется динамический колл-трекинг, когда в рамках одной площадки, к примеру, контекстной рекламы в Яндекс.Директе, можно на каждый запрос, на каждое объявление показывать отдельный номер телефона. Соответственно, исходя из этого, делать аналитику. Ну, итоговая аналитика, она выглядит примерно так, когда, ну, вот, пример, что на Яндекс.Директ потратили 120 тысяч рублей, на Google.Edwards потратили 21 тысячу рублей. Это реальная таблица. то есть, директа получили столько-то посетителей с Google столько-то, можно померить заказы, конверсию и конечное, что нужно считать, это стоимость одного пациента. То есть, вот, оказалось, в результате рекламной кампании, что стоимость одного пациента с рекламы в Яндекс.Директ 4 тысячи, а Google.Edwards 1000. Соответственно, какое нужно сделать действие? Нужно перераспределить рекламный бюджет, то есть, видно, что здесь на Яндекс 120 2 тысячи, а на Google 20 тысяч. Нужно часть денег взять с рекламной кампании и отдать их на Google.Edwards. Но, это пример. То есть, надо понимать, что на каждую услугу, на каждый сайт может быть разная конверсия с разных рекламных каналов, и нужно постоянно считать. И плюс, это все во времени динамически. То есть, если у вас вчера стоимость пациента с Google была намного меньше, чем с Яндекса, то завтра может все поменяться. И, соответственно, этим нужно заниматься постоянно, время от времени, проводить аналитику и смотреть, что поменялось на рынке и перераспределить. Ну, к примеру, я на конференции или на семинаре или на вебинаре сегодня рассказал про то, что с Google дешевле. Завтра половина рекламодателей Москвы пошло в Google, и в Google у нас стало дороже. Соответственно, все поменялось. Технология. То есть, нам нужно найти самый эффективный канал интернет-маркетинга, перераспределить бюджет в его сторону, оптимизировать этот источник, потом начать работать с следующим по эффективности источником, ну и проводить постоянный анализ результата. Ну, уже все заканчиваем. То есть, в рамках комплекса интернет-маркетинга шестым пунктом у нас автоматизация продаж очень кратко здесь о том, что продажи медицинских услуг они разделяются на две, на первичные и вторичные. Первичные это когда пациент пришел первый раз, то есть, он просто, как правило, записывается на прием к терапевту для того, чтобы, в принципе, определить его диагноз. Соответственно, как правило, именно вот эту услугу сайт и продает. пациент зашел на сайт, увидел услугу, позвонил, записался и нашел прием. Это первичная продажа. Первичная продажа достаточно простая. У нас три шага здесь всего. Первый принять звонок, чтобы операт с ним поговорить, записаться на прием, либо он сам записался, либо его администратор записался. И третий шаг очень важный. Это контроль прихода. То есть, если клиника не контролирует факт прихода пациента, то вы можете терять до половины записи. То есть, просто люди записались, они, бывает, записались одновременно в две клиники, или записались, у них какие-то дела появились, они просто и забыли, они не придут. Скорее у вас должна быть CRM-система, и администраторы должны обзванивать пациентов, напоминать смс-информирование, делать имейл-информирование, звонки, то есть, все это контролировать. А администраторы не обязательно будут специалистами, то есть, это просто обычный менеджер по продажам. Вот пример скриншот из CRM Bitrix24, то есть, сделать данный CRM можно на базе продукта Bitrix24. Здесь, правда, не криншот клиники, это скриншот нашей студии, то есть, я сделал, ну, чтобы не показывать конкретного клиента, то есть, я сделал пример, так как мы продаем сайты, то есть, видно дату поступления, видно название, видно контактное лицо, видно менеджера проекта, и видно статус, то есть, на каком он находится. Ну, то есть, вот, в предыдущем свадьбе я показывал, что первичные продажи, это трехшаговые, в клиниках, вот у нас пять шагов, да, в продажах интернет-услуг, то есть, мы также вынуждены обрабатывать этих лидов. Вторичные продажи, первичные, вторичные, вторичные продажи, это когда пациент пришел в клинику, он должен по законодательству подписать договор медицинского обслуживания, он уже прошел прием, и результат этого первичного осмотра врач записывает в медицинской информационной системе, создается карточка пациента, как правило, это хранится все в МИС, и уже вторичная продажа, когда, ну, там, повторный прием, там, продажа лабораторных анализов и так далее, это уже отдельный отдел продаж, который занимается вторичными продажами, либо это может быть колл-центр какой-то, администратор также делает, либо в некоторых клиниках небольших это делает сам врач, то есть, сам врач занимается вторичными продажами. Ну, автоматизация бизнес-процессов, то есть, вот, все, о чем я рассказывал, оно должно ложиться на антиинфраструктуру клиники, то есть, вот, какие у вас компоненты здесь есть, это, ну, с одной стороны пациент, с другой врач, пациент приходит на сайт, то есть, сайт это витрина, учреждение, сайт обменивается данными с медицинской информационной системой, ну, к примеру, в ДНС-медицине, а также есть много других разработчиков, то есть, вот, личный кабинет, да, и онлайн-запись, которая показывала надежду в первой части вебинара, она, ну, может, конечно, вестись на сайте, но, как правило, она должна обмениваться с медицинской информационной системой. Замечу, что вот решение ДНС-битрикса, оно не является медицинской информационной системой, потому что там не хранятся анализы, не хранятся там даты приема, результаты приема, соответственно, ну, может быть, когда-то ДНС-битрикса выпустит свой МИС, ну, как, сейчас это сторонние продукты, к примеру, ДНС-медицина. Есть у нас бухгалтерия, да, которая обменивается с МИС, и через МИС может обмениваться сайтом, то есть пациент, например, видеоконсультацию, да, чтобы получить, должна оплата пройти, соответственно, вот в этой инфраструктуре должна быть бухгалтерия. Ну, и с другой стороны, к МИСу должны подвязывать бизнес-процессы, то есть, либо могут быть BITX24, может быть, ну, на базе продукта BITX24, то есть может BITX24 напрямую с сайтом соединен, либо через МИС. Это вот о чем я говорил о первичных продажах, то есть контроль прихода пациентов. Может быть, и в авторичных продажах тоже использованы бизнес-процессы на базе портала BITX24. Вот, все, заканчиваем. Соответственно, если мы говорим вот о комплексном интернет-маркетинге, какие же бюджеты необходимы? Ну, здесь повторюсь, я говорю сейчас о Москве и Минсковской области, остальные регионы России догоняют нас. Бюджет на маркетинг в коммерческих линиях, как правило, это 10% от месячного оборота, то есть, к примеру, если это стоматология и месячный оборот, допустим, 2-3 кабинета, небольшая стоматология, месячный оборот составляет миллион рублей, то бюджет на интернет-маркетинг, чтобы загрузить эти стоматологии, он 10%, то есть, допустим, от оборота в миллион нужно 100 тысяч рублей в месяц на рекламу. Ну, это все там средняя температура по больнице, надо понимать, что есть еще вторичные продажи, да, что теоретически, если клиника давно работает, у нее есть уже постоянные пациенты, которые, для привлечения которых не нужно тратить рекламный бюджет, ну, вот если говорим о первом запуске клиники, то, например, такое соотношение. Стоимость сайта, стоимость сайта должна быть, равняется стоимостью интернет-маркетинга за полугода, то есть, если мы установили, что у нас бюджетный интернет-маркетинг будет 100 тысяч рублей в месяц, то тогда сайт должен, стоимость сайта должна быть 600 тысяч. Я не говорю о том, что на 600 тысяч должен быть там красивый дизайн или там много программирования, то есть, надо определять, какая сфера, то есть, эти деньги на разработку сайта, они могут быть потрачены на контент, они могут потрачены быть на дизайн, они могут потрачены быть на какой-то функционал. Нужно в рамках стратегического плана делать, но если мы не будем соблюдать это соотношение, то получится, что мы тратим, допустим, 100 тысяч рублей в месяц на сайт, а у нас сайт сделан на типовом решении, там, и даже тексты не очень качественно заполнены, тем самым, получается, мы тратим деньги в рекламу, а конверсия низкая за счет того, что страницы плохо проработаны. Соответственно, должен быть некий баланс. Ну, и это все должно укладываться в стоимости одного пациента, то есть, вообще, все эти работы должны пересчитаны быть на стоимость привлечения первичного пациента. В принципе, все. Я вот рассказал о рекламе медицинских услуг, это не первый доклад на эту тему, так что можете на сайте 1SBITREX найти мои прошлые доклады, посмотреть, я некоторые пункты более подробно рассказывал, но если есть какие-то вопросы, можете сейчас задавать, либо обратиться к нам в студию, прийти на встречу, мы тоже ответим на них. Спасибо. Михаил, спасибо, коллеги, есть ли вопросы, потому что пока вопросов не вижу. У нас сегодня такой большой по времени получился вебинар, мы много рассмотрели проекты с разных сторон, из техники, из рекламы, из экономики. Если вопросов больше нет, то вы можете прислать их позже нам или Михаилу, мы с удовольствием на них ответим. Также, если у вас есть пожелания по тем вопросам, которые мы хотели услышать на вебинарах или те пожелания, которые касаются наших продуктов, мы будем рады, если вы нам их пришлете. Благодарим вас за внимание, благодарим докладчиков Михаила и Максима. Евгений, спасибо за помощь, ответы на вопросы. и я всем желаю участникам вебинара хороших проектов, интересных проектов и стабильности в условиях различных кризисных ситуаций. Всем спасибо, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.